Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Номер восьмой. Мы насчитываем Евангелие от Марка с толкованием блаженного Фетилахты и с комментариями. Десятая глава, с 23 по 27 стих. Считает Владимир Пащенко. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ. Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? Иисус, возрев на них, говорит, человекам это невозможно. Но не Богу, ибо все возможно Богу. Толкование блаженного Фетилахты. Не богатство само по себе и зло, а берегущее его злы и достойно суждения. Ибо должно не иметь его, то есть держать у себя, а употреблять на пользу. Оно потому и называется богатством, что назначено для полезного употребления, а не для сбережения. А слово трудно, значит здесь то же, что невозможно. Богатому человеку действительно слишком трудно спастись. Под названием верблюда, разумей, или самое животное, или толстую верфь, канат, употребляемую на больших кораблях. Итак, человеку, пока он богат, невозможно спастись. Но от Бога это возможно. Все становится возможным, когда слышим Слово Божие. Невозможно тогда, когда рассуждаем по-человечески. Но почему ученики так изумлялись при этих словах? Ведь сами они никогда не были богаты. Я думаю, что они в всем случае заботились о всех людях, так как уже начинали быть человеколюбивыми. Грех, как немощь, невозможен для Бога. Но может ли Бог, говорят, сделать и бывшее, как небывшее? На это скажем, Бог есть истина. А сделать бывшее, как бы небывшее, есть ложь. Как же истинно сделать ложь? Для этого ему надлежало бы сперва изменить свое существо. Говорить таким образом, значило бы сказать, что Бог может не быть и Богом. Марка 10 глава, с 28 по 31 стих. И начал Петр говорить ему. Вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ. Истинно говорю вам, что нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия. И не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущих жизни вечной. Многие же будут первыми и последними, и последние первыми. Толкование. Хотя Петр немногое оставил ради Христа, но и это немногое называет все. Видно, и немногое имеют узы предстрастия. А потом удостоен увлажения и тот, кто оставляет немногое. Петр один спрашивал Христа, но Господь дает общий для всех ответ. Всякий, кто оставит жену или матерь. Говорит это не с тем, чтобы мы оставляли родителей беспомощными или разлучались с женами, но научает нас благоугождение Богу предпочитать всему плотскому, так как от проповеди Евангелия имела возгореться брань между людьми. Так что дети должны были отрекаться от отцов. То Господь и говорит, кто оставит ради Евангелия плотской родствол и вообще все плотское, тот и в семь веки получит все это во сто крат более и в будущем жизнь вечную. Поэтому же не получит ли и жен во сто раз больше? Да, хотя проклятый Ильян и глумился над этим. Ибо скажи мне, какую пользу приносит жена в хозяйстве мужа? Вообще она заботится о пище и одежде для своего мужа. И в этом отношении вполне обеспечивает мужа. Посмотри же, как это было у апостолов. Сколько же он заботились о доставлении им одежды и пищи и служили им. Так что они сами не имели попечения ни о чем, кроме слова и учения. Подобно тому апостолы имели многих отцов и матерей, какими были для них все любившие их и сердечно заботившиеся о них. Петр оставил один дом свой, а впоследствии имел, как свои, все домы учеников своих. Он и ныне по всей земле имеет светлые домы, храмы во имя его. А еще важнее то, что святые наследовали все это в изгнании, то есть будучи гонимы за веру Христову и в жестоких страданиях. Но их страдания не были бесславим для них. Ибо они, казавшиеся в нынешнем веке последними по причине претерпеваемых ими скорбей и гонений, будут в будущем веке первыми за свое крепкое упование на Бога. Фарисеи, бывшие первыми, стали последними, а те, которые оставили все и последовали Христу, сделали первыми. Марка, 10 глава, 32 по 34 стих. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они уже остались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет перед священником и книжником, и осудит его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Толкование. Для чего Иисус предсказывает ученикам, что с ним случится? Для укрепления духа их, чтобы они, предварительно услышав об этом, мужественно перенесли, когда это сбудется, и не были поражены внезапностью. А вместе с тем, они должны были знать, что он стражит по воле своей. Ибо кто предвидел страдания, тот мог избежать их. А если не бежал, явно, что волею предает себя на страдания. Но так как открытие в своем страдании следовало только ближайшим ученикам, то он и предваряет всех на пути, желая отделить учеников от народа. Еще же, упреждением всех и поспешностью своей на пути Господь показывает и то, что он поспешает к страданию и не убегает от смерти ради нашего спасения. Все, что высказывает он всем в случае, хотя и прискорбно, но за все сие учешает тем, что в третий день воскреснет. Марка, 10 глава, с 35 по 38 стих. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеева Иаков и Иоанн и сказали, Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нас, о чем попросим. Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правой сторону, а другому по левую, в славе твоей. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещению, в котором я крещусь? Толкование. Другой евангелист Матфея 20 глава, 20 стих сказывает, что мать их Иакова и Иоанна приступила к Иисусу. Но, вероятно, было то и другое. Два сии апостола, стыдясь других, послали наперед мать свою, а потом и сами подошли особо, как это обозначает евангелист. Восхождение Христа в Иерусалим, о котором он беседовал с учениками, они поняли так, что он идет воспринять чувственное царство, и уже по воцарении претерпит те страдания, которых предрекал. Дума, таким образом, они и просят восседания по правой и по левой сторонам Христа. Потому и Господь укоряет их, как неразумеющих, чего просят. Сесть, одеснуя меня, есть дело самое великое, превышающее и ангельские чины. Притом, вы мечтаете о славе, а я призываю вас на смерть. Чашу и крещение называет он крест. Чашу, потому что крест, как чаша вина, скоро должен был привести его ко сну смертному. И он готов был принять чашу страданий, как сладко для себя питье. А крещение, потому что крестом он совершил очищение грехов наших. Но ученики, не разумея слов Господней, дают со своей стороны обещания. Думаю, что он говорит о чаше чувственной и о том крещении, какое было у иудеев, которые перед крещением пищи омывались. Маркова 10 глава с 39 по 40 стих. Они отвечали, можем. И Иисус же сказал им, чаши, которые я пью, будете пить, и крещением, которые я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. Толкование. Здесь представляется два недоумения. Первое, уготовано ли кому это сидение? Второе, неужели всеобщий владыка не может дать сегодня сидение? Отвечаем, никто не будет сидеть ни справа, ни слева. А если слышишь, что в Писании многократно говорится о таком сидении, то разумей не сидение в собственном смысле, но высшее достоинство. Мне, праведному суде, не свойственно дать вам такое достоинство по одной любви к вам, иначе я не был бы правосуден, но такая почесть уготована только подвязающимся. Итак, вы, сыны Заведеевы, можете быть и будете мученики за меня, но если кто вместе с мученичеством будет иметь и всякую другую добродетель, больше вас, тот будет иметь преимущество перед вами. Марка 10 глава 41 по 45 стих И услышав, десять начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, вы знаете, что почитающихся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо сыр человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Толкование. Ученики, еще рассуждая по-человечески, впадали зависть. Поэтому и негодуют на двух апостолов. Когда увидят, что прошение последних не принято Господом, но отвергнуто, тогда и негодовать стали. Но сам Господь оказывал предпочтение Иакову и Иоанну. Прочие ученики, видя это, терпели, но когда те два ученика стали сами просить себе почести, то прочие уже не стерпели. Так еще несовершенны были они в это время. Но после увидим, как каждый из них уступал первенство другому. Теперь же Христос врачует их, сначала осмирив и для того приблизил их к себе, что и означает со словом подозвав. Потом показывает, что восхищать у других честь и домогаться первенство есть дело язычества, ибо языческие властители насильственно покоряют других своей власти. А мы, говорит, ученики не так, но кто из них хочет быть велик, тот пусть служит всем, потому что и это признак великой души, от всех терпеть и всем служить. На это есть и пример вблизи. В самом деле не только послужить, но и умереть за того, кому служить, что может быть выше и чуть чуднее всего. Но такое служение и смирение Господа было высотою и славой как для Него самого, так и для всех. Ибо прежде в очеловечении Он был ведом одним ангелом, осадившись человеком и претерпев распятие, не только иметь ту славу небесную, но приял и другую и над всей вселенной царствует. Марка 10 глава 46 по 52 стих. Приходит Верихон и когда выходил из Верихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, Иисус, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его подозвать. Зовут слепого и говорят ему «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Толкование «Как народ чтит Иисуса, даже запрещает слепому кричать, как будто тут проходил какой-нибудь царь, а спрашивает Иисус слепого для того, чтобы не сказали, будто он дает не то, чего слепой хотел. И благорассудна была душа слепого, ибо по исцелению он не оставил Иисуса, но последовал за ним». Марка 11 глава с 1 по 6 стих «Когда приблизились к Иерусалиму, к Ифагии и Ифании горе Ильонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им «Как повелел Иисус?» И те отпустили их. Толкование Иисус часто приходил в Иерусалим и в другое время, но никогда с такой славой, как теперь. Прежде по причине зависти иудеев «Он скрывался, а теперь, так как наступило им самим определенное время страдания, идет открыто, дабы они, если пожелают, уразумели славу его и через исполнение на нем пророчеств познали истину. А если не пожелают уразуметь, то чтобы это обстоятельство послужило большему суждению их, как неуверовавших и поль столь славных чудес. Ибо смотри, сколько здесь знамений. Господь сказал ученикам, что найдут осленка, сказал, что им будут возбранять, а потом когда ученики скажут, что Господь его требует, позволят взять. Ибо не было важно и то, что апостолам дозволено было увезти осленка. Этого не могло бы быть, если бы на владителей осленка не действовала сила Божия. Побеждающие отпустить осленка, они были люди бедные и рабочие. И надо знать, что Господь сделал это не напрасно, ибо прежде он не требовал осленка, а пеший многократно обходил Галилея и Иудея. Но он показывает через это, что возобладает языческими народами, непокоривыми и ненаученными, как ослята. Они были привязаны грехами своими на распутье, то есть в жизни сей, при воротах, то есть вне церкви. Но ученики разрешили их посредством крещения веры, и они подъяли на имена свои Господа, а апостолы возложили на них ризы свои, то есть все истины, правила добродетели. Прежде язычники, будучи наги, были безобразны и делали беззаконные дела. Но с этого времени, как были приведены ко Христу апостолами, они научились ходить благопристойно, потому и Христос подъят ими. Кто же были владетели осленка, возбранявшие взять его апостолам. Без сомнения бесы, однако апостолы были сильнее их. Марка 11, глава 7 по 10 стих. И привели осленка к Иисусу и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постелали одежду свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали «Ассана, благострел грядущий во имя Господне, благострел грядущий во имя Господа, царства отца нашего Давида, ассана вышни». Толкование «Пока простой народ бывает неиспорчен, он познает полезное». Вот почему теперь они воздают почести Иисуса, каждый по силе своей. Но что говорили они, прославляя его? Настоящую песнь они заимствовали у Давида. Слово же «Ассана» по мнению одних значит спасение, а по другим песнь. Но первое мнение лучше, ибо в 117 Псалме сказано «О Господи, спасти же», а по еврейски написано «Ассана царства же Давида». «Ассана» царством уже Давида они называли «Царство Христово». Во-первых, потому что Христос происходил от семьи Давидова. Во-вторых, потому что Давид значит сильной рукою. А кто другой так силен рукою, как Господь, руки которого совершили столь дивные дела? «Но постелим ему одежды свои, то есть плоть свою, ибо плоть есть одежда в душе, покорим ее Господу, устилим путь нашей жизни, срывая с древ ветви, то есть подражая житью святых. Ибо святые суть как бы древа, с которых срезают ветви, подражающие добродетели их. Но дела наши и предшествующие и последующие добудут славу Божию, ибо иные предшествующие жизни показали доброе начало. Напротив, последующая жизнь не такова была и служила не к славе Божией. Марка 11, глава с 11 по 14 стих. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Ифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Ифании, он залкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смок. И сказал Иисус, «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его, толкование. Иисус вошел в храм и скоро опять вышел из него, показывая через это, что он уже оставляет его на запустение и расхищение. Он уходит в Ифанию, что значит дом послушания, ибо, оставляя непокорных и жестокосердных, ведет теперь с учениками послушаем му. Но рассмотрим и повествование о смоковнице, ибо здесь является по-видимому нечто странное и жестокое. Во-первых, Иисус взалкал рано. Во-вторых, он требует плода, когда еще не наступило время для смок. А еще и то, что наказывает бесчувственное дерево. Ибо в том, что он здесь говорит и делает, было особенное смотрение. До серии часто Иисус творил чудеса, но только на благодеяние людям. Но ученики еще не видели, что он сделал кому-либо зло. Теперь, дабы показать ученикам, что он может и казнить, и что если захочет, может в один час погубить намеревающихся распять его, он являет свою силу над бесчувственным деревом. И чудо было поистине велико тем, что дерево столь сочное и сохло вдруг, ибо смоковница сочнее всех деревьев. А что он алчит рано утром, это попустил плоти своей по особенному смотрению. И плода преждевременно ищет на смоковнице с той целью, чтобы, как я выше сказал, показать ученикам, что он может и наказывать. А смоковница это была вместе и образом синагоги иудейской, которая имела только листья, то есть закон, доставляющий одну тень, а плода они вовсе не имели. Но Иисус взялкал их спасение. Он говорит, пища моя творить волю отца моего. А эта воля Божья состоит в том, чтобы обращать согрешающих, так как синагога не имела плода, то она проклята и сохла, и не имея более у себя ни пророков, ни учителей. Марк 11 Глаз 15 по 18 стих Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. Из столы миночеков, из камьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, дом молитва наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышав это, книжники и пресвященники искали кого погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Толкование. Обеззнание Иисусом Торжников повествует Иоанн, но он говорит об этом в начале Евангелия, напротив сей Марк к концу. Поэтому надо надумать, что это последнее знание было второе, что и служит большему осуждению иудеев, так как они не обратились, несмотря на то, что Господь неоднократно так поступал с ними. Храм называет он вертепом разбойников по причине корыстолюбия торгующих. Ибо разбойнический род предан грабительству, а как и продавцы в храме торговали жертвенными животными ради корысти, то и названы разбойниками. Торгующие миновщики занимались разменом денег, а влечительными их Господь представляет пророка Исаию, который говорит «Дом мой, домом молитвы налечется» Исаия 56-7 «Будем же молиться, чтобы и нам не быть изнанной из церкви, ибо многих ходят и в нашу церковь для того, чтобы продавать доброе и покупать худое. Имеют столы полные денег, они все делают из корысти». Так, где это? Испровергается так же исседалище продающих голубей, то есть престола архиереев, продающих духовные дары, ибо голубь есть образ Духа Святого. Да извинит Господь святителя от святительства, его проклят тот, которого полагают за деньги, равным образом продает голубя своего, и тот, кто продает дьяволу благодать и чистоту, полученную в крещении. Зато он изгоняется вон из церкви. Толкование. Комментарии. Комментарии. В прошедшие века в храмах утвердилась торговля свечами, а в 20 веке стали уже торговать всем, свечами, просторами, иконами, книгами, открытками, а кое-где и сувенирными матрешками, например, в храме Христа Спасителя в Москве. Стали торговать и духовными дарами, таинствами и требами. при этом священники, доказывая свое право на торговлю в храме, выдвигают две причины. Мы торгуем в притворе, мы торгуем не животными, поэтому к нам эти слова в Евангелии не относятся. Но и Христос издал торгующих из притвора, а без этих животных, которые они продавали в ветхозаветное приношение, было невозможным. 76 правило 6-го Вселенского Собора запрещает любую торговлю в церковной ограде. Смотри, 100 глав, 38 глава. Тем более запрещена любая торговля таинствами. 23 правило 6-го Вселенского Собора, 100 глав, 44-45. Но современное православное духовенство не боится ни Евангелия, ни отлучения Вселенских Соборов. Если запретить торговлю в церкви, то молитва прекратится. Церковь должна существовать на десятину верующих, а для того, чтобы появились настоящие верующие, проповеднику нужно приложить очень много усилий. Гораздо проще просто торговать в церкви, это удобно и продающим, и покупающим. Но все это вопреки Евангелию и к православию никакого отношения это не имеет. Потому Христос говорит православным священникам и прихожанам, что храм они сделали вертепом разбойников. И все делают из корысти. Все делают из корысти. Все на этом все. Сейчас здесь выйдет